Прекрасная картина в Кстовских дворах была утром 11 декабря. Обледенелые машины, с крыш свисают глыбы льда, а с сосулек будто весной стекает вода. Но все прекрасы первого зимнего месяца заканчиваются, когда выходишь на улицу и идешь к остановке с одной только мыслью – как бы не упасть. Всем знакомо то ощущение, когда делаешь шаг и не знаешь, в каком положении окажешься через секунду. Декабрьские перепады температуры сделали из городских тротуаров настоящий каток. В таком напряжении страшно. Это ругает все советскую власть. Всегда чистили тротуары, но сейчас никто не чистит. Ну что это такое? Это безобразие. Даже посыпали бы, не посыпано. Посыпано прям чуть-чуть, не везде посыпано. А там вот после площади, уже сказали, мужчину я сейчас встретила, будет ли легче, там теплотрасса проходит. Да где вот устраивать? Вот идешь в патаж, скользко как. Конечно, надо бы почистили, песочку посыпать. Что тут? Не можем за хлебом пройти нигде. Ну как вот мне вот 9 до 10, я голодом должна сидеть. Совсем не устраивает. Начните вот, нигде шагнуть нельзя. Там вот и шли возле школы, вообще прекрасно, там посыпано все хорошо. А тут вот. В общем, к стою посыпано только местами. Да, где вот возле школы, возле садика, вот такое вот место. А так нет. Не посыпано сейчас вот везде, на самом деле, очень много где. Вы это имеете в виду. Если скользко, то да. Со слов горожан можно понять, что посыпка песко-соляной смесью тротуаров идет в разных частях города. Социальные объекты в приоритете. Тротуары перед школами и детскими садами с утра, конечно, посыпали, но уже к обеду следы этой работы не сильно заметны. Тротуары посыпают где-то силами управляющих компаний, а где-то городских служб благоустройства. В районе 10 часов утра нам удалось заметить во дворе на улице 40 лет Октября одну интересную бригаду, которая посыпала пешеходные дорожки. Работы много сегодня? Много. Сколько дворов нужно посыпать? Сейчас считаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь дворов. А чем посыпаете? Это просто песок? Нет, это активированный. Активированный песок. Солю. А простым песком это бесполезно. Очевидно, что охватить весь город одномоментно не получается. Поэтому ждать, чтобы каждый тротуар был посыпан, а уж тем более почищен, не приходится. На 11 декабря в Кстовскую ЦРБ обратился только один человек с травмой, полученной при падении на гололеде. Врачи рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Чтобы уберечься от гололеда, нужно носить обувь с хорошим протектором, который не скользит. Выбирать места, где все-таки поменьше гололеда. Пожилым людям в гололед стараться все-таки не выходить без повода, скажем так, на улицу. А если не выходят, то применять какие-то средства подручные опоры. Видят трости со специальными такими накладками и насадками, которые позволяют передвигаться по гололеду более-менее безопасно. Но если вы все-таки упали, то в зависимости от характера травмы нужно обратиться в поликлинику, приемный покой или на крайний случай вызвать скорую. Тем, кто привык лечиться самостоятельно, нужно помнить, что в первые 30 минут после падения к месту ушиба необходимо приложить холод. Однако, если боль сохраняется достаточно долго, то врачи рекомендуют не заниматься самолечением и обратиться в больницу. Евгений Кузьмин, Андрей Ярастов, Связист ТВ.